Знаковое историческое место и один из символов Десногорска – мемориальный комплекс Курган Славы. В своём нынешнем виде памятник, увенчанный огромным обелиском звездой, был открыт более 30 лет назад – 9 мая 1988 года. В этом году величественному монументу предстоит капитальный ремонт. Мы обратились к концерне, тем более, когда Петров, наш почётный гражданин, бывший депутат, стал генеральным директором. Мы обратились, изначально были трудности, изначально всё же убедили. Масштабные работы реализуются совместными усилиями депутата Смоленской области Михаила Лосенко, концерна Росэнергоатом, Смоленской атомной электростанции и администрации города. Несмотря на объём и специфику предстоящего ремонта, проект работ успешно согласован и готов к реализации со стороны всех участников. Будет восстановлен плац, будет восстановлена подпорная стена, вся территория будет освещена и оборудована системой видеонаблюдения. Кроме этого, будет облагорожена вся территория мемориального комплекса, в том числе места захоронения павших воинов. Также откроется музей под открытым небом. В числе экспонатов – боевой самолёт времён Второй мировой войны, который был найден усилиями поисковых отрядов. В этом году мы провели конкурсную процедуру по благоустройству территории Курган-Славы «Музей под открытым небом». С 1 апреля подрядная организация уже приступила к проведению работ. В данный момент для удобства посещения жителями мемориального комплекса делается пешеходная дорожка. Это всё будет делаться до 9 мая, а уже после 9 мая, после праздника Дня Победы, который пройдёт здесь на Курган-Славы, мы уже приступим окончательно к выполнению всех необходимых работ на самом памятнике. Ход работ находится на контроле депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко и администрации Десногорска. Согласно проекту, полностью обновлённый мемориальный комплекс жители-гости города смогут увидеть уже в 2019 году. Виолетта Ефименко, Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ.